Хорошо, давайте посмотрим, что из крупного в Беларуси с белорусской нашей повесткой. Вернулся к работе координационный совет. Продолжается обсуждение всех этих выборов, все понимают, насколько сложный процесс. И он сложный как бы с двух сторон. Он сложный потому, что сложно договориться всем этим нашим политикам разнообразным об этой системе выборов. Как бы ее сделать с одной стороны простой, с другой стороны, чтобы им было удобно. И это оказывается практически невозможно. Потому что, конечно, самая простая система, и это самая логичная система, это та система, которую я предлагал с самого начала. Это система. Я выставляю свою кандидатуру и прошу избирателей меня поддержать. Все. Ни какие-то списки, ни субъекты, ни объекты, ни другие екты, ничего. Я вот. И вы можете на меня посмотреть. Я там выступаю. Говорю, я хочу, допустим, избираться. Вот я такой-то человек. У меня такая-то профессия. У меня такой-то бэкграунд. У меня такой-то политический опыт. У меня такой-то человеческий опыт. У меня такая программа. Я хотел бы сделать вот это и вот это. Все. Вы решаете. Нравится вам такой человек или нет. Убедил он вас или нет. И все. И вот как бы этот человек, если он набирает больше голосов, чем остальные, он проходит вперед. И все. Самая логичная, простая, элементарная система. Нет. Хотят списки. Хотят, чтобы были какие-то списки. Эти списки как-то надо называть. Потом надо как-то понять, по какому принципу эти люди там в эти списки записаны. А что делать, если в этом списке половина людей нормальных, половина ненормальных. А что делать, даже если там один ненормальный или один какой-нибудь сексот. Да. А как эти списки между собой отличить? Потому что, ну это ж не политические партии с трехсотлетней историей. Вот. Да. Которые ты точно знаешь, чем отличаются там демократы от республиканцев или лейбористы от консерваторов. А это абсолютно новые какие-то названия. Поди разберись, что за этим названием стоит. Кого они представляют, чего они хотят. То есть надо читать их программы. Углубляться как-то. Потом изучать кучу биографий этих людей. Да. Потом, значит, сравнивать с такой же кучей биографий еще других людей. Короче, ну это гораздо сложнее при любых обстоятельствах. Так они еще попытались замешать одно с другим. Вести какие-то квоты на женщин, на еще кого-то. Ну, короче говоря, система просто пока не вменяемая. Именно до 8 февраля принять что-то более вменяемое. Удастся, не удастся, не знаю. Это трудно сказать. Там продолжаются свои какие-то разборки, конфликты. Не все там просто. Но это как бы полбеды и полпроблемы. А есть еще вторая половина проблемы, которая называется идентификация. Идентификация людей, избирателей, выборщиков. Это тоже очень сложная проблема. То есть, ну кто-то вот из вас хочет проголосовать. А при этом многие белорусы хотят проголосовать, но как бы анонимно. Правильно? Не очень хотят они делиться своими регистрационными, паспортными или какими-то данными. Как, чтобы они могли воспользоваться как-то анонимностью своей. Как-то там, не знаю, как-то свои не открыть личные данные и так далее. То есть, как просто элементарно идентифицировать, идентифицировать, ну вот просто этих людей. Как, чтобы не были боты, как, чтобы не были спецслужбы. Технически есть разные возможности. Просто насколько готовы люди. Ну, например, есть как в любом банковском приложении возможность голосовать через, ну как бы вы снимаете себя с паспорта, отправляете, да, вас идентифицируют, сравнивают ваше лицо и паспорт. Пожалуйста. Может быть идентификация через базу киберпартизан. Но опять же, вы делитесь какой-то частью паспортных данных. Киберпартизаны проверяют, что это реальные люди. Могут и так быть. Может быть через эти все чат-боты в Телеграме, как было, голос. То есть, вы, допустим, выборщик голоса. Системы голоса, которая уже была. И вы можете через этот чат-бот голоса. Но вот не знаю, что в итоге действительно, какой вариант, какой способ вот этой идентификации избирателей был бы таким, чтобы люди максимально регистрировались и голосовали на этих выборах. Вот они две проблемы, которые не решены. Действительно не решены. Действительно, вот и вы меня спросите, я тоже не великий специалист технически, чтобы сказать, вот именно так надо делать. То есть, если там по системе выборов там более понятно, мне, как сделать проще и лучше и удобней, то вот с точки зрения идентификации это большой вопрос. Вот тут пишут про Фейгина, который тоже собирается сделать такое голосование для россиян. Голосование для россиян. То есть, через систему блокчейн можно будет зарегистрироваться с паспортными данными и вот якобы, значит, проголосовать. Солонин, который его покритиковал, действительно ставит вопрос безопасности и спрашивает, кто такой Фейгин, чтобы ему сдавать эти паспортные данные. Так и у нас. Кому эти паспортные данные сдавать? Кто эта комиссия, которой все доверяют? Кто этот технический дата-центр, которому все доверяют? Где он находится? Под каким законодательством? Поэтому много действительно сложных вопросов обсуждается, я так понимаю, в рамках сейчас вот этой подготовки к выборам Координационного совета. Потому что то, что надо было обсуждать еще летом, они, конечно, все отложили на обсуждение в последний момент. А в последний момент, как это, хаты горыть? Вот. Ветер дует, а воды нет. Понимаете? Это как сейчас Россия, которая два года всех пугала, значит, отключением газа. Вот Европа не будет покупать российский газ замерзлый. Сейчас вся Россия замерзает, да? Там города целые, статысячники замерзают. Люди требуют вообще, как бы, ну, хоть какого-то тепла. Там какие-то делают пункты, пункты, где люди ходят греться. Это в России самый газодобывающий, нефтедобывающий стране. Вот.